Я отсидел 18 лет за убийство, которого не совершал. Задавайте вопросы. В 1995 году меня и еще пятерых человек арестовали за убийство. Нас всех признали виновными и дали максимальный срок от 25 лет до пожизненного. Мы с самого начала пытались убедить всех, что мы не виноваты. Я не сдавался и начал вести свое расследование прямо из тюремной камеры. Находясь за решеткой, я раскрыл дело и нашел настоящих убийц. Два года назад, спустя почти 18 лет тюрьмы, нас наконец освободили. Канал NBC сделал сюжет о нашей истории, можете посмотреть превью. Доказательства. Это я держу свое старое фото. Задавайте вопросы. Что тебе сказали, когда выпустили? Извините. Никто ничего не сказал. Я сходил к помощнице окружного прокурора, которая отвергала все мои апелляции. Пожал ей руку и сказал, что рад наконец-то встретиться со своим давним врагом, который хоть и выиграл много битв, но войну проиграл. Она опустила голову, потому что ей было явно стыдно. Если бы можно было изменить одну вещь в системе правосудия, что бы ты выбрал? Я бы сделал так, чтобы детективы и прокуроры, которые скрывают улики, несли ответственность за свои поступки. Ты когда-нибудь становился жертвой насилия, пока находился в тюрьме? Какие у тебя были отношения с другими заключенными и офицерами? Спасибо, что отвечаешь на вопросы. Я старался быть сам по себе и постоянно торчал в библиотеке. Я научил многих людей читать и писать. Я преподавал школьные предметы. В общем, занимался делом. Я попал в тюрьму с шестью классами образования, а вышел со степенью бакалавра по поведенческим наукам. Какие у них были улики против тебя? Как они смогли тебя осудить? Была одна свидетельница, которая дала ложные показания. У нее не было дома и она была зависима от наркоты. Сказала, что видела, как мы вышли из такси. Не было ни судебно-медицинской экспертизы, ни проверки отпечатков пальцев. Ничего не было. Что тебя больше всего потрясло, когда ты впервые оказался в тюрьме? То, что она очень сильно отличается от той тюрьмы, которую нам показывают по телеку. В настоящей тюрьме не так много насилия и еда не настолько отвратительная. Если твоя семья готова присылать тебе еду, то можно даже готовить самому. В твоей семье ничего не произошло за то время, пока ты сидел. Все живы, здоровы. Пока я сидел, умерла моя бабушка. Меня привезли на ее похороны в цепях и кандалах. Позволь спросить, как это вообще возможно вести расследование из своей камеры? Мне кажется, это довольно сложно. Было действительно сложно. Я использовал АСИ, акт о свободе информации. Я отправлял кучу писем, но мне их возвращали назад. В 2012 году мне наконец-то прислали один документ, который стал решающим в моем деле и который указал на настоящих убийц. Кто-нибудь из твоих друзей и членов семьи поверил в то, что ты виновен? Как это было? Да, многие поверили в то, что я совершил это преступление и отвернулись от меня. Сейчас все они знают правду и сожалеют о содеянном. Я их простил. Ты не злишься на них за то, что они считали тебя виновным? Да нет, это стандартная ситуация. Как только тебя в чем-то обвиняют и сажают за стол защиты, все начинают относиться к тебе скептически. Самая сумасшедшая вещь, которую ты видел в тюрьме? Шел мимо чужой камеры, увидел повесившегося чела. Сам выпилиться не думал, пока был заперт? Неоднократно. Когда отвергают все твои апелляции, и ты понимаешь, что останешься в клетке до конца своих дней, потому что убийцы почти никогда не выходят по УДО, начинаешь думать, что единственный способ облегчить свою жизнь, это закончить ее. Но что-то внутри меня говорило, что нужно продолжать бороться. Когда другие заключенные спрашивали тебя, за что ты сидишь, ты им говорил, что ты невиновный? Если да, какая у них была реакция? Я всем говорил, что я невиновный. Пока не всплыли все детали моего дела, реакции были очень разные. А вообще, в тюрьме много людей, которые утверждают, что они ничего не совершали. Когда их спрашивают, за что они сидят, они явно лгут, что они невиновны? Или кто-то все же признается всадеянным? Ты что, не знаешь? В Шаошенке виновных нет. Возможно, вы удивитесь, но многие зэки не отрицают свои вины. Что из современных технологий тебя больше всего шокировало? Мобильные телефоны. Ты уже привык к ним? У меня их уже было штук семь. Я постоянно их ломаю. У них такие хрупкие экраны. Один из них я случайно постирал в стиралке. Эрик, должен сказать, что ты один из самых сильных духом людей, о которых мне доводилось читать. Нужно немало сил, чтобы пережить все это. Мое тебе уважение. Мой вопрос. Пока ты был в тюрьме, было ли что-то, чего тебе больше всего не хватало? Хочу извиниться за то, во что превратилась наша интернет-культура за последние годы. Лол, мне не хватало моей дочери. Меня забрали через неделю после ее рождения. Сейчас ей 19. Тебя подставили? Или это просто было хреновое расследование? Или и то, и другое? Странно, что за одно убийство посадили сразу пятерых. Думаю, что и то, и другое. Что ты больше всего хотел сделать при выходе на свободу? Может, поехать куда-нибудь или что-нибудь съесть? Я очень хотел отбивных из баранины. Настоящие убийцы были как-то связаны с тобой? Знал ли ты их до ареста? Я не знал их лично, но походу они были с моего района. Тяжело ли жить со стигмой осужденного за убийство? У тебя нет никаких проблем, например, с устройством на работу? Есть сложности с кредитованием, есть определенные проблемы с жильем. Я только что переехал в другую квартиру, и так как у меня нет кредитной истории, мне пришлось заплатить аренду сразу за целый год. Насчет работы. Я открыл в Бронксе фреш-бар под названием «Новый взгляд на жизнь». И теперь каждый день работаю в нем. Вау, это круто, рад за тебя. И, кстати, отличное название. У вас есть сайт, мерч, я бы купил? Можешь лайкнуть нас на фейсбуке? Можешь лайкнуть нас на фейсбуке? Этот чувак быстро акклиматизировался. В Мичигане скоро должны принять закон, по которому всем ложнообвиненным полагается 60 тысяч долларов за каждый год тюрьмы. Как человек, который действительно оказался в этой ситуации. Как ты считаешь, 1 миллион 80 тысяч долларов – это достаточная компенсация за 18 лет, проведенных за решеткой? Это вообще ничто. Какие у тебя сейчас отношения с дочкой? Ей разрешалось видеться с тобой, пока ты сидел? У нас были очень натянутые отношения. И даже сейчас мне кажется, что она презирает меня за то, что я не был с ней все эти годы. Ты общался с прокурорами, которые работали над тем, чтобы посадить тебя. Что они сказали о твоей ситуации? Прокурор, из-за которого я сел, умер от сердечного приступа прямо в суде, во время слушания по другому убийству. Сколько ты еще просидел после того, как нашел настоящих преступников? Почти 8 месяцев. Как тебе удается не ненавидеть всех вокруг и свою жизнь? Ты что, обрел внутренний покой, пока сидел там? А в чем смысл всех ненавидеть? Я не такой человек. С возвращением у тебя не было мысли, что ты, возможно, никогда не выйдешь? Мне каждую секунду казалось, что я не выберусь оттуда. Но в таких ситуациях важно сохранять оптимизм и верить в то, что день освобождения настанет. Играл ли ты до 95-го в какие-нибудь видеоигры? Пробовал ли ты играть в новые, чтобы сравнить со старыми? Я когда-то играл в Nintendo. Сейчас у меня Xbox 360. Графика однозначно изменилась. Во-первых, уважение тебе за то, что у тебя хватило сил на такую долгую битву. Мой вопрос. То, что вас было пятеро, вам помогло? Вы как-нибудь поддерживали друг друга? И еще, как ты думаешь, твой случай это редкое исключение или подобное случается постоянно? Нас разделили, поэтому я с ними не виделся. Иногда я писал им письма. Подобные случаи происходят постоянно. Их куда больше, чем кажется. Воу, жестко. Не могу себе представить, каково тебе было. Как ты думаешь, государство сможет как-нибудь возместить ущерб? Не существует такой компенсации, которая могла бы возместить потерянное время. Аплодирую тебе за смелость. В каких условиях тебе приходилось жить? На протяжении 18 лет я спал в клетке размером 180 сантиметров на 240. Всю мою жизнь определяли надзиратели, которые по три раза в день пересчитывали нас, как животных. Почему понадобилось столько времени, чтобы оправдать тебя? Они что, только недавно взглянули на все обстоятельства твоего дела? Как твое расследование вообще подстегнуло их снова взяться за это дело? В какой-то момент в дело вмешался федеральный прокурор. Благодаря ему суд Бронкса начал повторное расследование и взялся за наше дело более серьезно. Ты получил какую-нибудь компенсацию от государства или типа того? Учитывая то, что в январе его дочь начала судебное разбирательство по этому вопросу, вряд ли он сможет тебе здесь ответить. Что ты собираешься делать в свободное время? У тебя не было мысли начать помогать другим людям, которым тоже было выдвинуто ложное обвинение. В данный момент я пытаюсь уговорить людей организовать со мной фонд под названием «Колокола свободы», который помог бы другим невиновным ребятам. Какой ты представляешь свою жизнь через 5 лет? Как ты думаешь, кем бы ты был, если бы у тебя не отняли эти 18 лет? Мне кажется, через 5 лет я буду баллотироваться на государственные должности. Так как мы не можем ничего изменить снаружи, нужно пробираться внутрь. Кем бы я был? Не знаю, тяжело сказать. Я точно был бы другим человеком. Когда тебя выпустили, ты сожалела о потерянном времени? Не стоит оглядываться назад. Что сделано, то сделано. Нужно двигаться дальше и улучшать свою жизнь. Доводилось ли тебе встречать каких-нибудь известных преступников? Да вроде нет, только себя. Вот вам еще одна причина, почему смертная казнь должна быть запрещена. Столько людей по всему миру сидит ни за что. У меня вопрос. Полагаю, ты обзавелся друзьями, пока сидел. Ты не думал съездить к ним и пообщаться с ними? Рассказать о своей новой жизни на свободе? Америка является мировым лидером по количеству тюремных заключенных. Но при этом, это единственная страна, которая ходит по миру и рассказывает всем о нашем законе и порядке. В системе правосудия у штатов просто море изъянов. Я посещал некоторых ребят, которые тоже сидят ни за что, просто чтобы немного их обнадежить и мотивировать бороться за свободу. Чем ты планируешь сейчас заниматься? Ты помнишь свой первый прием пищи после освобождения? Какие были ощущения? Соус сирача уже успел попробовать? Когда я только вышел, меня накормили отбивными из баранины и чизкейком. Это было обалденно. Мне казалось, что я впервые в жизни ем бараньи отбивные. Нет, соус этот не покупал. Стоит попробовать? Ты верующий человек? Если да, то как все произошедшее повлияло на твою веру? Ослабило ее? Усилило? Только усилило. Тебе не кажется, что расизм был одной из причин, почему тебя осудили? Мне кажется, что дело было не сколько в расизме, сколько в том, что у меня не было денег на компетентного адвоката. Насколько ты был в курсе всего, что происходило в мире политики? Я так понимаю, что 11 сентября 2001 года ты сидел. Мы знаем, как отреагировали на случившиеся те, у кого нет проблем с доступом к новостям. А мне интересно, как эту новость принял ты? Газеты были моим единственным средством связи с миром. И радио. У тебя есть какой-нибудь любимый жизненный совет? Наслаждайтесь всем, что происходит с вами. Какими бы ни были ваши обстоятельства, хорошими или плохими, относитесь к ним спокойно. Ваша жизнь наладится. Вот увидите. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео можешь написать, что ты думаешь об этой ситуации и знаешь ли ты похожие ситуации. Плюс предлагаю посмотреть видео доктора, что люди обязательно должны знать о своих телах. И влюбленные пары, что неромантичного произошло между вами, что на самом деле является сильным признаком любви?